Ну вот, решил я с берега половить вот в такой вот маленькой проточке И вот сейчас здесь такой интересный момент Мы видим залом, да? Под заломом, соответственно, стоят линки Но с берега-то туда кинуть невозможно Вернее, кинуть можно, видно в полиационных очках Вот они бревна перехлёстаны Пока воблер будет углубляться Он углубится только к середине А линки под заломом как были стоять, так и будут стоять Они даже не видели этого воблера и не увидели Но в конце залома есть маленький нюансик Вот подводное бревно Вот торчит его конец, да? Соответственно, после залома, соответственно, есть такая как бы воронка под ним Это, скажем так, физика течения, да? Умывает воронку И после него тоже край воронки остаётся И под бревном ещё глубоко, и дальше выход на отмель А дальше опять бревно Вот здесь ещё можно что-то схитрить У меня как-то люди под видео спрашивали Говорят, объясни, как это всё происходит Ну вот я сейчас вот именно этим и занимаюсь То есть если вот, смотрите, я кину Чтобы не зацепить вот это подводное бревно Вот, видите, я до него кину, вот Вот я тяну, линьки стоят под ним Но никто не реагирует за этим воблером А нет, вот, вот она была поклёвка Какой-то дурак нашёлся К сожалению, да? Я думаю, было видно, да? Выскочил, была атака Но это единичный случай Сколько вот так вот не кидай, да? Они всё равно не будут сильно реагировать Можно сказать, это уникальный случай Потому что он сейчас выскочил Скорее всего, он стоял где-то уже Вот тут вот посередине А все более-менее прикольные рыбины, да? Как они там стояли Вон, воблер, он поверху идёт Никто за ним, я его вижу очень чётко, как он идёт Никто не выходит Но можно изменить ситуацию таким образом Вот Если мы сейчас перекинем это бревно Но только с таким расчётом Чтобы шнур пошёл поверху Как бы течением снесло А воблер уже начал огружаться за ним Видите, я его перекину Воблер Видели выход ленка? А вот и зацеп А вот Мне повезло То есть я только кинул, да, этот воблер Начал его сплавлять То есть понимаете, да? Как бы сказать, он погружился Сразу вышел ленок, видите? То есть идея такая Нужно перекинуть, как бы сказать Бревно Но если бы сейчас ленок не атаковал У меня бы пронесло бы, да? Вот Смотрите, накидываем Опа Бревно перетащили И начинаем Медленно делать проводку Никто не среагировал Ну такое бывает, конечно Чё ж поделать Не, вот они Догнал, догнал, догнал малыш Но философия не в этом Это у нас ещё и добавок И таймешонок маленький Малыш Карандаш Как всегда Заглотивший Сейчас нам нужно его Освободить Отпустить Пока-пока Андрюха там кричит Что говорит Леняра большой у него ушёл Андрюхе проще Он в эдерсах мутит Муть идёт под залома Они с под залома Поднимаются на муть Ну а мне Спиннингисту Да Как бы это вот Сделать сейчас тяжело Тем более сейчас Вода падает И мы видим, что Край вот этого бревна Он оголился И как рука Вот так вот Шнур через него Шнур не проскользит А может зацепиться за него Очень тяжело Вот видите Я перекину Держу шнур вверх И пытаюсь Вот она уже поклёвочка Ах Опять ушёл Опять ушёл То есть закидываю за бревно Начинаю медленно Как бы подёргивать Сносить И уже сразу же Видели ещё одна поклёвка Он выходит на атаку Ну вот Тут приходится Вот таким вот образом Рисковать Ещё разок Опять Чуть-чуть Не зацепили Только вот в таких вот условиях Можно вот Вот Всё Вот под самое бревно Прошла проводка Пошёл Харюз Андрюха вон там Харюзов ловит Очень крупных Радуется жизни А я вот Вам показываю Фокусы Вот с этим местом Да Сейчас не знаю Может камера уже села Может не снимать То есть Вот таким образом Примерно Вот таким макаром В таких вот местах Можно как бы сказать Попытаться что-то Вот опять я накинул за бревно Всё Начал проводку Нету А идёт 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 Есть Вот он красавчик Вышел из-под бревна Догнал Клюнул Правда мелочёвка Но в принципе Как бы вот Интересно Да Получается То есть видите Философия какая Вот меня Один И скажем так Зрители моего канала Попросил Когда ловишь Ты хоть объясняй Чего Вот в данный момент Если все меня поняли Вот я как бы Попытался объяснить Хитрости Маленькие такие Аккуратненько Берём блиночка Берём кусачки Какая у них Губа мясистая И отпускаем Красавца Восвояси Давай пошёл Пока-пока Иди под бревно Вот он чётко Заходит по дуге И опять Будет концентрироваться Под этим бревном Ну а вдруг Один за другим Тягает Хоризов Просит Чтобы я его снял Кричит Ну А я вам Зрители Показываю Как Как можно Обловить Такие Хитрые места Ну сегодня Чуть-чуть не везёт Потому что уровень воды Падает Да Видно Что кончик бревна Оголяется И видно Ничего крупного Не стоит Но когда уровень воды Чуть-чуть поднимется Сюда зайдут Очень приличные экземпляры До Трёх-четырёх килограмм И они там будут Ловиться Обязательно Трёх-чуть поднимаются Трёх-чуть поднимаются Ну вот Ну вот Ну вот Там где ещё глубина заломы Там ещё Там ещё Андрёх-чуть поднимаются Ловит на муху Видите Вот как Упала вода А мы ещё постараемся Чисто для Спортивного интереса Что-то поймать Ну где вы красавцы Мелюзга Опа Это была Атака На твичинговой проводочке Вот им нравится Ну в принципе Что твичинг Что стопангоу На горной реке Если взять Так вот Потянуть воблер Остановить и дёргать В принципе Визуально Это одно и то же Да Вот видите Сильно закладывает Я только начинаю кидать Шнур выдувает Закладывает Этот мне приходится Прерывать Полёт Чтобы ну Не засадить шнур На ветке Вот Условия конечно Для рыбалки такие И Им конечно Такие проводки Сможет делать Только спиннингист Который В совершенстве Владеет Своей снастью Видите Сравни Тяну Попробую По дугу Со сносом На перекат Чтобы вынесла Потому что Что-то на выходе Какая-то мелочевка Ещё может быть Стоять Но ничего не стоит Бывает И хайру Кстати Очень хороший Попадается При таком Маневрировании Ну вот Что-то Отклика нету В принципе Это даже Удивительно Если так Разобраться Обычно Всегда Был отклик Ну говорит о том Что уже Встало солнышко И никто Как бы уже Не выходит На мелкоту Все стараются Занять такие Теневые места Поглубже Ну видно уже Больше желающих Не находится Повестись на мой фокус Больше уже Никто на мои Фокусы не ведётся А вот так ещё Прикинемся Мёртвым мальком Ну всё Да Место как бы Обловлено Какое-то время Может под вечер Действительно Крупняк будет Реагировать На это всё Ну я думаю Всем было слышно Понятно Ну вот это место Про которое я вам Зрители показывал Вот оно Поблизости видно Вот она яма Вот бревно Вот за ней свал А вот здесь Они все стоят Порыбачили мы с Андрюхой В интересных местах Ну и сейчас будем Стартовать На нашей новенькой лодочке Отсюда Очень интересные Такие места Когда уровень воды побольше Здесь очень хорошие Большие Жирные Ленивые Ленки стоят Да Андрей Ну а нас уже Уносит на перекат Мы поедем Субтитры подогнал «Симон» 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 Редактор субтитров А.Семкин